О том, что Ливерпуль не совсем серьезно отнесся к двум первым товарищеским матчам, говорит тот факт, что команда не уделяла внимания достойному розыгрышу стандартных положений, плюс не так же активно шла в высокий прессинг. Наверное, Ливерпуль просто хотел поиграть в футбольчик в отсутствие 12 человек основного состава, которые в первую очередь были задействованы на чемпионате Европы и поэтому сейчас отдыхают. И для этого был презентован нам в очередной раз резерв Ливерпуля из, в первую очередь, молодых игроков. И здесь необходимо отметить, во-первых, что Ливерпуль все свои голы забил из штрафной площади и, как мне кажется, для Ливерпуля это может стать большой проблемой, потому что топовые команды вряд ли Ливерпуль будут так запускать в штрафную площадь, как это делали и Флитвудтаун, и Транлер Роверс. Поэтому здесь необходимо подумать о том, как атаковать ворот команды соперника не только из штрафной. Кроме всего прочего, следует отметить нескольких молодых игроков. Очень понравился Конор Рэндалл. Да, в первой игре он выглядел более заметно, нежели во второй, но его подключение по правому флангу обороны — это очень хороший козырь, и Рэндалл действительно прогрессирует. Он уже не боится брать инициативу на себя, и в завершающей стадии атаки он даже может пробить поворотом, и сделать это достаточно остро. Конечно же, выделяются и Вудберн, и Кент. Вудберн, наверное, чуть более тонкий игрок. Кент — игрок слишком читаемый. Он, безусловно, человек, который агрессивен, он динамичен, он интенсивен, но его игру достаточно легко предугадать. И для него это, конечно, будет большой проблемой. Хотя игрок он характерный и понравился. Эджария выделялся, но, опять же, в схеме 4-2-3-1, действуя под нападающим, в первом матче против Транмера он великолепно играл 30 минут. Потом он на поле растворился, потому что ему элементарно не хватило физической готовности. Во втором матче, когда я использовал схему 4-3-3, Эджария уже был не столь полезен. Его не так часто снабжали мячами, и он, в общем, появился на поле только когда устал Бреннеган. Поэтому Эджария, как и все остальные молодые игроки, вряд ли будут иметь большой шанс попасть в стартовый состав Ливерпуля в новом сезоне. А вот попасть в заявку они могут, особенно касается Кента и Вудберна. Потому что Айб продан в Бормут, Маркович стал разочарованием этих двух товарищеских матчей. Так что ждем прогресса от этих ребят именно с точки зрения попадания в заявку на игры Премьер-лиги.